всех приветствую выживальщиков и туристов сегодня хочу поговорить о таком простом предмете как мешочек либо такой вот обычный полотняный мешок либо мешок в данном случае для спальника называется компрессионный мешочек как видите тут стяжки и собственно видео будет наверное из трех частей по использованию мешка ну давайте для начала как подушки или как органайзер те кто часто ходят в походы куда-то ездят на рыбалке живут в палатках часто сталкиваются с таким вопросом как организация подушки в походе многие привыкли спать на подушке и им ее не хватает вот здесь вот представлены вещи данном случае это пуховая безрукавка и флисовая кофточка будем считать что это просто запасная одежда на какой-то выход многие что делают заворачивает одно другое допустим так как-то флиску ну и получается как бы подушка чем она неудобная в процессе сна это все расползается по палатке и сон превращается в улавливание и собирание это все вместе снова чтобы получить подушку с помощью такого простого мешочка все это гораздо упрощается недавно пользователь богомаз 05 показал как по моему совету использовал мешок но использовал компрессионник тоже делал из него подушку сразу хочу оговориться что удобнее выворачивать его и тогда уже наполнять чем-то чтобы вот эти вот стяжки не мешали не цеплялись за уши там за нос не доставляли дискомфорта но я говорю сразу что компрессионные мешки как правило делают из искусственных материалов которые довольно могут быть неприятными на касание из-за того что ночью становятся просто холодными и в итоге голова начинает мерзнуть если мы используем простой полотняный мешок приятный на касание то это улучшит качество сна и ваши ощущения такой же берем мешок аккуратно набиваем его какими-то мягкими вещами запасными обычно это все делается так скажем запасной комплект сухой помещаем мешочек стягиваем чтобы это все у нас не расползалась и получаем небольшую мягкую удобную подушку также этот мешочек можно использовать как просто органайзер в рюкзаке где-то собрать у него допустим носки чтобы не валялись там по всему в рюкзаку какую-то футболку положить запасную ну вы поняли суть в общем это первое использование такого мешка весит он мало занимает место тоже очень мало альтернатива ему еще надувные подушки но по своему опыту скажу что те вот интекс овские резиновые они не удобны тем что во первых они не очень высокие второе они твердые довольно таки и опять же ночью они становятся холодными если вокруг каких-то холодных условиях вы ночуете воздух внутри подушки охлаждается опять же голова мерзнет чувствуете дискомфорт такая подушка выигрывает в этом варианте единственные подушки надувные я встречал хорошие это алексика но вот на сегодняшний день проблема их найти потому что в интернет магазинах они заявлены в наличии а по факту их нету но не об этом речь дальше использование мешка в качестве ведра для воды и так если мы где-то в походе нуждаемся в том чтобы набрать воды емкости у нас с собой нету либо их не хватает и нужны дополнительно нам на выручку придут опять же мешки либо такой полотняный либо взять мешки от спальников или еще какие-то которые есть под рукой важно просто чтобы они были из какого-то полотна это раз и второе нам пригодятся пакеты можно такие майки разных размеров гораздо удобнее правда такие вот мусорные пакеты как вы понимаете все это все равно тащится с собой большинство из этого ну и много места не занимает как амуниция и так давайте перейдем в ванную и я вам покажу как набрать транспортировать и хранить воду в мешках и пакетах и так для примера я взял мусорные пакеты отрываем один из них аккуратно отрываем чтобы не надорвать донышко да у меня не получилось муж разрез пошел как раз не там где надо рекомендую в таких случаях использовать два пакета для надежности использовался этот способ неоднократно дело в том что в походу мы берем воды не очень много и бывают ситуации когда источники на которые мы рассчитывали пересыхают и приходится далеко ходить за водой ну то есть они не возле стоянки где мы рассчитывали набирать воду одета подальше и чтобы много раз не бегать приходится вот выкручиваться таким вот способом разворачиваем пакет и помещаем его в какой-нибудь мешок в данном случае это компрессионник от спальника забрасываем края таким образом чтоб они нам не мешали и каким-нибудь удобным способом набираем воду это может быть кружка котелок что есть под рукой сейчас я пробую максимально набрать водички чтобы вы увидели сколько можно так вот утащить унести принести в лагерь и хранить воды с помощью такого простого изобретения итак водичка набрано практически весь этот мешок весь объем мешка занимает вода и теперь мы можем довольно таки спокойно не опасаясь прорывов воды транспортировать и если тут хорошо решить вопрос с изоляции сверху то можно нормально ее переносить то есть вода не вытекает даже намека нету удерживает тряску защищена от каких-то иголок веток минимально хотя бы конечно лучше не рисковать теперь же вам покажу как это будет происходить без чехла от спальника я имею ввиду вот можете наблюдать здесь наверное литра 4 воды довольно таки неплохо я считаю ну теперь легкое движение руки без чехла как говорится делайте выводы надеюсь этот способ понравится и пригодится ну а сейчас небольшой еще один совет из жизни в жизни туристов рыбаков бывают разные ситуации бывают такие когда нужно забросить какую-то веревку на ветку ну лично у меня во всяком случае было две таких ситуации это первое достать крючки которые зацепились за ветку нужно было наклонить ветку и второе это повесить антенну чтобы улучшить прием радиоприемника ну и для этого обычно используются какие-то тяжелые предметы камни допустим вот у меня дома нашлись такие для аквариума они не очень хорошо показывают суть проблемы когда люди начинают там обвязывать камни как-то придумывать какие-то завязки в итоге правда все это летит в тартарары камни развязываются улетают в общем задача не выполняется все это гораздо проще можно сделать если тяжелые предметы как-то камни какие-то гравий палки завернуть в ткань допустим вот бандана либо положить в мешок и уже вот эти вот мешок и бандану к ним привязать веревку и тогда уже забрасывать куда куда нужно там либо веревку либо антенну либо еще какие-то варианты задача решается в два счета надеюсь вам понравится пригодится если видео оказалось вам полезным интересным не забудьте поставить лайки мне будет приятно спасибо за просмотр удачи всем